Начинается второй тайм нашего поединка и ведет ТАЛОС пока что 2-1. Очень важный принципиальный матч для обеих команд, не только с точки зрения качественного футбола, не только с точки зрения положения турнирной таблицы, но и для того, чтобы получить удовольствие и соображение престижа, конечно же. Поэтому я думаю, что нас ждет еще такой же интересный второй тайм, как им был первый и такой же динамичный. Сейчас начнем ТАЛОС, Петренко простреливает, не проходит передача. Новый стрел, Чумаков парирует, Герасименко пробивает дальше на Досюка, пытался помешать как-то Фрименко, мне кажется, здесь все-таки блокировал несколько продвижений Герасименко. Мяч потерян, переход к ТАЛОСу. Датчик, перехватывает. Татаренко с мячом, пытается набрать ход. Да, Крименко, заброс этот осуществлялся, но правда, да, и вправду, Ивашик Александр был в более выгодной позиции, можно было попытаться на него сыграть, не получилось. Герасименко, Дмитрий. Котик. Зацепился за мяч, и вот, хороший перспективный момент. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, конечно. Вали ворота, Серёж, ничего страшного. Музыкальное положение у нас получилось. Но мне кажется, некуда было исчезнуть здесь просто банально из этой ситуации. Игорь Семенко хоть и делал все движения, поэтому это, я все-таки считаю, не заслуживает желтой карточки. Дорожи ночью, не спеши. Сань, 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 Сань. Семенко передача на Десюка, тут сразу же отыгрывает на Пухаева, разгоняется Александр. Весения черные, ребята. Да, да, да. Возможно, можно. Десюк контролирует мяч, но его так плотно опекает. Охрименко, что даже не понимает, куда развернуться. Все-таки честновато. Семенко не дает ему развернуться. В принципе, мы видим, приносит это свои плоды определенные. Охрименко, Петренко, Беремичук. Отлично. Не достал до мяча, но тем не менее мяч, переход Косовказ. Все-таки Чумаков, Семенко. Чумаков, Семенко смещается, продлевает дальше на Веремичука. Вот обратно до него предача не доходит. Пашук, заброс на фотографа. Исюк, отыграет на Чумакова. Заброс. Котик. Отыграет Игер Семенко на Котика снова. Это продлевает дальше на Веремичука в борьбу. Но, увы, не получается. Стало забирает мяч. Зеленский сразу же вперед на Петренко. Тут останавливает мяч. Ну и здесь, конечно, попытается как-то пройти. И вот забивает Охрименко. 3-1. 3-6. Супер. Молодцы, молодцы. 3-1. Охрименко Сергей забивает. Очень важный, думаю, психологический мяч для Тауса. Да, и вот за счет того, что придержал, мне кажется, Вадим и не ожидал, что с запозданием таким этот удар будет. Ну, а Петренко, конечно, максимально полезным оказался в этой ситуации. Оставил мяч, сохранил, удачно протолкнул и сбросил. В принципе, ассист спокойно можно записывать на себя. Петренко борется. Едва не забрал этот мяч. Макатастрофу не дает свои плоды. Заряжен Григорий на победу, на борьбу. Ивашик бьет, Чумаков парирует. Вот здесь немножко мимо промахнулся. Вот, хороший сейчас шанс для СЛК и последовательной передачи. Но Ивашик уже вернулся и подработал. Сразу же набирает кресерские ходы. Там никого нет. Оставляет мяч у себя. Потрясающий момент. Как он умудряется пробраться? Но Чумаков творит... Невозможно. Да, просто сегодня, конечно, великолепно. Да, здесь грубовато, досеку. Хвашук все-таки. Там не было! Там не было! Ставил ногу. Не волчи! Протлевает на котика. А кто под него? Вратно! Куда ж дом? Надо вперед! Десюк! Не пускай, давай Петренко все-таки. Семенко. Дальний заброс. Забирает туда мяч. А вот и точная передача. И какая, может быть, сейчас обрезка? Посмотрим, как будет развиваться эта атака. Мячук принимает мяч. Разворачивается, бьет. Ну, Пахременко сделает все, чтобы заблокировать этот удар. Котик. Котик сбрасывает на герасименко, но уже, увы, не точно. Надежно, очень надежно играет Талас. Хорошая передача. Петренко там в свободной зоне. Продлевает. И это гол! 4-1! 4-1! Ивашик. Александр. Забивает. Это в свой. Да. Свой мяч. На работу, думаю, это гол. Да, да. Красиво. Он сегодня, конечно, играет. 25-ая минута. У него это получилось сделать. Счет, конечно, уже явно не устраивающий. С Лука 4-1, но удовольствие, я думаю, получает обе команды от такого футбола. Мы не раз подмечали. Да, да, да. И пытается продолжить. Там Ивашик на Чумаков забирает. Град уже проливает. Но ошибается. Досадная ошибка. Петренко будет бить удар. Штанга. Ай-яй-яй-яй. Какие все-таки опасные моменты. Чумаков умудряется как-то там погасить эту опасность хотя бы на время. Мяч еще остается у Золка. Герасименко набирает скорость. Продлевает на Покаева. Обыгрались. Что дальше? Будет удар. А вот замыкающего акцентированного финала нет у этой атаки. Улыб. Давай, давай, опускай марш. Пошел. Удар. Пас. Пас тут нужно было давать. Иверевичук, Валентин. Один в один. Разобрался хладнокровно. Ну вообще не один в один. Глупость я сказал. Потому что уже трое было пока он развернулся. Набросились всякие львы и не дали ему все-таки. Хотя он протолкнул все-таки в сторону ворот. Но с касанием со стороны защиты Талаца. Поэтому это угловое для Золка. Зацепился там за сетку и поэтому мяч потерял. И дальний заброс. И ай-яй-яй-яй-яй. Опасно, опасно конечно. Дарит нам конечно бурю потрясающих моментов. Обе команды. Какой их перехват отличный. Ну уже за ножи забивать. Да, у нас Зеленский делает сейв. У нас Зеленский делает потрясающий сейв. Потрясающий просто по накалу и по динамизму матч. На 26-ой минуте. Десюк. Герасименко. Снова Десюк. Как-то попытался, увидел там капитана. Хотел между игроков отдать. Один. Один. Макс, встречай. Десюк. Зеленский продлевает дальше. Юльчука. Отталкивает подальше Валентина. Один. 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 Десюк. Десюк. Чемков. Один. Два, выживайте. Уже подержали. Выживайте. Десюк. Ищет. Возможно, для передачи. Заброс доходит, все-таки мяч за Герсименко. Получится ли? Классно принял. А вот тут Сошников Максим, конечно, вместе с Квашуком разгружает ситуацию. Какая передача? Да, потрясающую точную передачу отдал еще Чумаков в этой ситуации. Плотно оборвал Покаева, Незеленский засейвил. Времячук набирает ход, будет бить сейв. Какой сейв у нас делает на 28-й минуте? Потрясающие сейвы сегодня делают. Потрясающий массик показывает обе команды. Конечно, Чумаков больше пока что поражает воображение, но надо сказать, что и Зеленский. Очень даже интересные сейвы уже сделал. А вот здесь Микитюк Василий своим желанием все-таки завладеть мячом повлиял на то, что Покаева не смог обработать мяч. Тихоньку выжимай его, выжимай! В ролице, Кренко с пяткой не глядит, сбросит. Удало сохранить мяч у себя. Микитюк с мячом проливает. Ай-яй-яй-яй. Выше ворот, на лету решил пробивать. Вашук. И не совсем прицельно получилось. Ну, слету, конечно, тяжело пробить. Порой бывает. Особенно, если передача не супер точно идет. Беремичук. Беремичук. Беремичук тут будет бить. Ну, крайне не точно. Сегодня что-то не идут ему. Удары как-то. Обычно, если я не ошибаюсь, он как-то потащит поприцельнее. Стреляет. Беремичук. Сохранил мяч. Беремичук. И вот нужно где-то пробивать, уже искать в тот момент. Все-таки счет не в пользу. И надо искать, искать, заключать, заканчивать эти атаки ударами. Ну, играть еще и играть, на самом деле. Поэтому все еще может измениться. Дальний заброс на Петренко. Тут пытается подработать. Сохранил мяч. Продевает. И... Что же это? Это не гол. Снова удар от Петренко. Не дают ему пробить. Еще раз пробивает. Это с Чумаков. Сводился, конечно, Григорий за голову. Потому что не может поверить то, что произошло. И несколько раз смотрят бил. А как ошибается сейчас Чумаков? Ударывайся. Эй. У меня такое впечатление. Ударявый разнообраз. Все нормально. По эмоциям матч просто зашкаливает. Конечно, Петренко подрабатывает. Хочет Петренко Григорий забить свой мяч. Уграет играть. Котик. Котик набирает ход. Хороший из профессионального удара. Но, увы, не совсем точно. Пробивает Александр. На отворот. Вперед забрасывает Зеленский. Молодежная. На Малахова, да. Коевы. Отыгрывает на Чумакова. Через центр. И вот интересная комбинация прохлевывалась. Но это аут. Котик готовится разыграть. Отыгрывает на Герасименко. Хорошо открылся. Что дальше? Нужно ближе подключать Вадима. Этот максимальный прессинг активный. Игроков Таласа все-таки навязывает определенные проблемы. Хотя они не обороняются, как футзальная команда. Они разрывают этот квадрат и так далее. Но сложности есть. Игрок Семенко просочится сам. Оставляет мяч. Разбрасывает на Покаева. Но там уже, конечно, помешали ему. Мы видим нешуточная борьба. Разгорается на самом деле. И регистрирует. Фов по стороне Покаева. Второе командное замечание для СЛК. И Сошников. Чумаков. Игрок Семенко. Заброс. Перехватывает. Малахов Сошников. Можно на Ахрименко снова отыграть. Решается пробить. Видит эти удары Чумаков. Ну и учитывая то, что он сегодня, конечно, суперматч выдает. Украина устроили. Да, бей! Сошников. Смечом. 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 Плотно его пекает. Не дает развернуться. Малахов терпит. Присадка. Смечом отыгрывает на Пашука. Попробки пытался просвещаться, но мяч потерян. И поэтому водитель аут уже будет из ЛК. Десюк. Играет на Чумакова. Возвращает Юрию. Набирает ход. Десюк. Плотно его. Грубовато, да. Сфалили. 2-2 по фолам. Дали забросы. И что же это? И это перекладина. Ай-яй-яй. А вот на секунду показалось, что залетись. И сейчас ворота, если честно. Груюзный удар. Мяч был, конечно. Чумаков. Ладокровно. А вот здесь перехвачено. И Саша сразу же Сошников бьет, но чуть-чуть не хватило точности. Угловой. Из-за рикошета, вернее. Угловой. Малахов готовится вести. Ахрименко. Сбрасывает Сошникова. Сбрасывает Игорь Семенко, но не с ним удачно. И вот, ай-яй-яй-яй. И касание ведь было от Малахова, как я понимаю. Это мячание черное. Внимательно сзади. Один, один. Макс, найди кого-то к тебе. Сзади, сзади. Все, Малахов. Игорь Ахрименко с мячом. Да, да, да. Хочется как-то пройти, но плотная пека этого Малахова. Тяжеловато развернуться, учитывая разницу в габаритах. Игорь Семенко, хорошая передача шла на Достюка, но где-то, наверное, следически он сегодня не в той кондиции. И, наверное, может быть даже где-то устал. Уже. Игорь Семенко, но в этой передаче. Хотя, играет еще шесть минут, как минимум. Брос на огонь. Ахрименко, совсем прицельная передача, Чумаков забирает. Ворот сразу бросил на Герасименко, не точная передача. Десюк с лучом, просочиться как-то удается ему практически пройти, но переводит игру на угловой игроке Талоса. Хаёва Александр, Чумаков. Десюк, Чумаков, десюк, перепасовались, обменялись. Вот хороший удар. Перекладина, Артур. Вот ты говоришь, что по перекладинам никто не попадал. Вот оно. Уже целых две. Ну а это мог быть гол. Нужнейший, важнейший мяч. На секунду показалось, что супер удачная позиция для удара и возможно даже Чумаков ничего не сможет сделать, но увы. Семенко тут привал дальше, но там Сошников перекус эту передачу и не совсем удачно. Ну а время тает, на самом деле, по сути, три четверти уже сыграно второго тайма и не так уж много шансов остается у Силка. Все, что называется, старцы на плаву в этом матче. Вытесняли только что Сошникова. Хаёва куточку сбрасывает, но прочитался это Сошников, сразу же мяч приходит к Талосу. Хрименко. Серый, 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 придержи. Как-то раскачать, продлил на Малахов, тут возвращает обратно на Хрименко, но увы, жиловато было бы там развернуться. Максимально нацелены на ворота были. И... Мяч потерян. Шуха тут бьет, сейв делает Чумакова. Какой у нас красивый сейв. На 36 минуте еще один делает... Какое впечатление, что придется делать топ-3 сейвов и именно... Чумакова, да. Топ-3 сейва Чумакова. В девятом туре. Нехорошая передача. Немножко не успел. Да, чуть-чуть не успел. Хотя, зная его скорость, если он не успел, то мало кто бы успел. Я думаю, так это будет правильно сказать. Покаёвой. Ой, прошу прощения господи. Герасименко. Перехватывает, ващик забирает, но Герасименко не выключился и все-таки смог несколько разродить. Тяжело. Где-то утомили, мне кажется, сейчас СЛК. Герасименко. Хорошая передача, но удар выше. Ворот, на самом деле здесь. Пошел с этой Кременко. Каждый удар Валентина все-таки прицельный, достаточно проблемный его парировать. Даже сейчас я думал, что на самом деле попроще он ударит, а ударил отлично. Дальний заброс на Валентина, тут головой продлевает, но не совсем прицельно. В последние 2 минуты чистого времени, я думаю, что будет определенное компенсированное время за заминки, но заминок этих будет у нас на самом деле не так уж и много. Да и тайм-аут не брали, правильно? Да. И что же? Какая комбинация! И забивает красивенный мяч Ивашик Александр. Казалось бы, уже заблудился. Уже сам не верил, что удастся. За голову взялся и в штангу все равно попал. Обратите внимание, это для красоты. Я думаю, претендент на топ этот мяч. На 38-м минуте. Писюк отыграет на Покайова, тут сбрасывает на Микитюка. Здесь заброс не проходит. Подсказывает Смирному, что нужно поактивнее, ведь он свежий. По сути, только вышел в этом матче. Покайовый сбрасывает на Микитюка. Тут тяжеловато. Смирный отливает. Очень оптимистично. Конечно, тяжеловато будет успеть их риммингом. Но он решил все-таки попрессинговать Чумакова. Отбирает мяч, сбрасывает на Микитюка. Тут бьет. И сейф у нас сделал в Веримичу. Да. Смирный пытался продлить. Не дает Веримичу за счет своих... Против троих. Один справился. Десюк в фантастический прием. Здесь, наверное, зря я это уже делал. И что же это? Хладнокровно. Невероятно. Ивачик здесь. И просто уже выключился Покайовый загород, потому что видел, что будет качать его, пока не раскачает. 6-1. А у Ивачика Александр хет-рик. Да, оформляет на себе хет-рик. И на самом деле, тоже поднимается повыше в таблице бомбардиров с одиннадцатью забитыми. Он занимает спокойно четвертое место. Да. Покайовый. Если бы он еще из первого тура играл, я думаю, интересно было бы в бомбардирской гонке. Не совсем, увы, точно. Звучит свисток об окончании этого поединка. Счет 6-1. Побеждая Талос. И это серьезная заявка на чемпионство. Думаю, Масива будет тяжело. И мы их с этим поздравляем. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята.